На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Сергей Арсеничев. Сергей, здравствуйте. Какая обстановка в городе в эти минуты? Да, здравствуйте. Экстрима. Но в городе в эти минуты не то чтобы паника, скорее это жуткий страх у тех людей, которые здесь живут. После всего того, что сегодня произошло, этот день славянские уже назвали кровавой троицей, потому что в этот большой церковный праздник украинские военные положили в город не меньше 100 снарядов из крупнокалиберных артерей с использованием тяжелых гаубиц, минометов. Снаряды рвались в самом центре города, пострадали многие жилые дома. В пятиэтажных домах практически весь пятиэтажный дом снесен. Двери входные из квартиры выбиты, произошло возгорание. Над всем городом сегодня стояла жуткое зарево, горела заправка, горели заводы, горели жилые дома. И погибли, сколько точно человек погибло, пока сказать нельзя. Известно о, как минимум, пяти погибших, среди которых четырехлетняя девочка. Она находилась на улице в тот момент, когда разорвался снаряд и осколком ее убило на месте. В больницах сейчас в авральном режиме пытаются оказывать помощь раненым. Их больше сорока человек, у всех очень тяжелые повреждения, осколочные ранения. Врачи справляются с трудом, потому что многие из тех, кто работал в больнице, уже за это время, пока идут обстрелы, уволились и уехали из города. И поэтому сейчас остро не хватает хирургов, анестезиологов и врачей-травматологов. Город уже точно не придет в себя после такого обстрела. По-прежнему в Славянске нет воды, и после сегодняшних обстрелов еще и во всем городе теперь нет электричества. У местных жителей давно разрядились сотовые телефоны, они не могут связаться с своими родственниками, не могут сообщить и будут выехать из Славянска. Сергей, как осуществляется в Славянске... Дальше сказать очень сложно, но пока сейчас обстрелы прекратились, начнутся ли они вновь, неизвестно. Сергей, как осуществляется в городе газоснабжение? Приходили сообщения, что повредили в результате обстрела газовую трубу. Ну, во всех тех домах, которые сейчас повреждены, которые горели сегодня, газ был перекрыт. Информация о том, перекрыт ли весь город, перекрыт ли газоснабжение всего города, пока мы такой информации не обладаем. Нет света, нет воды. Спасибо большое. И Славянска, который сегодня подвергся мощному артообстрелу, был наш корреспондент Сергей Арсеничев. И вот что рассказала нам одна из жительниц Славянска, очевидеца произошедшего. Я сегодня ходила на рынок, на центральный, купить обувь. Там начался обстрел. Люди начали собираться, прятаться. Снаряд попал в дом напротив центрального рынка, прямо в лавочку. Разгромила подъезд. Женщина возле лавочки сидела, ей голову оторвало. Мужчине одному ноги оторвало, и второе с ранением тоже их увезли возле подъезда. Потом я шла, с рынка пошла домой, на Артема пешком подниматься. Ой, опять взрыв, меня кинуло под дерево, на повороте как к Аизу идти. И попали, разбомбили, там напротив Аиза, там мебельный цех, там сейчас все горит. Переждала, пока все успокоится, пошли обратно. И тут мужчина, женщина, мы опять начали бомбить. Подъем цнил люди, которые с Артема ходят в город и обратно по этой дороге. Опять начали бомбить. Мы быстро забежали в подвал, там в подвале, в гаражах были. Все.